Привет, друзья! В этом видео я вам расскажу, какие товары нельзя покупать на Алиэкспресс, иначе вас могут посадить в тюрьму. В России нельзя покупать и продавать технику, которая используется для скрытого получения информации. А это любые предметы, которые могут тайно фотографировать, записывать аудио, видео, а также передавать сигналы о своем местонахождении. За них можно получить до 4 лет лишения свободы. Проблемы будут даже если у вас просто есть такой товар на хранение. Первый товар, который нельзя покупать на Алиэкспресс, это шпионские микрофоны. Вне закона диктофоны, замаскированные под другие предметы. Например, флешка, которая умеет записывать звук, который можно купить на Алиэкспресс за 100 рублей. Но если по внешнему виду нельзя определить, что в флешку встроен диктофон, это запрещенный гаджет. Например, житель Ставрополя разместил на Авито объявление о продаже такого замаскированного под флешку диктофона. Покупателем оказался оперативник ФСБ и в итоге продавец получил полтора года лишения свободы за продажу флешки с диктофоном. Шпионскими также считаются микрофоны с дистанционным управлением, то есть которые можно включить и выключить на расстоянии. Если такое устройство оставить в помещении, когда там никого нет, то мы дождемся, когда туда кто-то придет, включим его на удаление и сможем подслушать чужой разговор. Второй товар, который нельзя покупать на Алиэкспресс, это скрытые камеры. Например, камеры, спрятанные в очки, во вторую ручку, в часы, в игрушку, без разницы, в любой предмет. По идее, видеокамера в мобильнике тоже замаскирована под бытовой предмет, телефон, но это не шпионский гаджи. Все знают, что современные смартфоны встроены камерой, поэтому такие камеры в смартфонах не считаются скрытыми. Так, например, продавцу из Новосибирска пришлось заплатить штраф 100 тысяч рублей за попытку продать в интернете датчики дыма, в которых были спрятаны камеры. К шпионским камерам также относятся и объективы с вынесенным зрачком входа, так называемые пин-холлы. Под вынесенным зрачком зрения понимается камера, которая связана по проводу с основным оборудованием. И теоретически такое устройство можно незаметно спрятать в любой комнате, чтобы тайно снимать видео. Следующий товар, который лучше покупать с осторожностью или вообще не покупать, это GPS и GSM-трекеры. GPS и GSM-трекеры, они посылают пользователю сигнал о своем местонахождении. И сам по себе трекер не запрещен, но иногда его могут признать шпионским оборудованием. Например, на некоторых моделях можно дистанционно включить режим прослушивания, и фактически они работают уже как жучки. Покупка шпионских гаджетов для слежки с животными законом тоже не запрещена. Проблема в том, что покупателю маячка надо будет доказать, что он приобрел его для слежки за своим теленком или котенком, а не за своей женой. Трекеры могут быть замаскированы также под безобидные предметы или просто не иметь отдельных опознавательных знаков о том, что это трекер. У легальных устройств на корпусе есть соответствующие надписи или символы, по которым сразу должно быть понятно, что это GPS-трекер. Если таких надписей на трекере нет, то его покупать ни в коем случае нельзя, иначе получите полтора года лишения свободы за покупку обычного GPS-трекера. Следующий товар, который нельзя покупать на Алиэкспресс, это средство шифрования. Что такое средство шифрования? Это оборудование, которое умеет передавать информацию, закрытую от посторонних ключом. В России можно ввозить такие устройства, только если они разрешены ФСБ и внесены в реестр нотификации. Как правило, это гаджеты, ключи от дешифровки которых есть у ФСБ. Список запрещенных устройств можно посмотреть в решении коллегии Евразийской экономической комиссии. Специально для вас ссылку на данное решение мы оставим в описании и комментарии к этому видео, поэтому можете зайти и почитать их. Кроме того, запрещены так называемые криптофоны. Это мобильники функции защиты от прослушки. Но если вы увидите в продаже криптофоны в России, то знайте, что ФСБ выдало на него сертификат. И это значит, что ФСБ его может прослушать без особых проблем. Следующее запрещенное оборудование это майнеры. Майнеры это оборудование для добычи криптовалюты, например, биткоинов. Такие устройства подпадают под определение машины вычислительной их части, имеющей функции шифрования и криптографии. И ввозить в Россию многие модели нельзя. С 2017 года ФСБ выдает разрешение на отдельные модели майнеров, криптовалют. Список можно найти в реестре нотификации. Понятно, что это далеко не полный перечень товаров, которые лучше не покупать на Алиэкспресс, чтобы не получить срок. Если вам интересно, какие еще товары запрещены к покупке, то напишите комментарий. Я сделаю еще один выпуск. А также в следующем выпуске я расскажу, по каким параметрам товара можно понять, что за его покупку вам грозит уголовный срок. А если это видео было вам полезно, то поделитесь им с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также вступайте в наши группы Телеграм и Ватсап.